Вот мы на паркинге. Прям как в Санта-Крусе себя чувствуется. Марихуана и паркает. Надо же вот так. Разрешили, но еще дата не наступила, но как вот референдум прошел, так уже начали дымить, не дожидаясь официального начала. Мы с вами видим вход в Молл и почему-то так мы запарковались, что вход у нас в магазин Нордстрем. Нордстрем это такой магазин, он подороже Мэйсиса. Мэйсис как бы самый дешевый из дорогих, а Нордстрем он подороже. Вот, ну и так, мы собственно не за шопингом, мы за красотой. Сейчас будем наблюдать. Вот, пожалуйста, с паркинга. Движемся. Так, тут колокольчик звенит, говорит, не забудьте пожертвовать бедным. Так, так, заходим. Красиво. Что ты? Вечернее платье. Это хорошо. Но меня в данном случае вот елки интересуют. И вообще красота. Света, какое-то убранство мы видим? Ну, не знаю, но вам такое интересное, что тут есть. Что интересно? Нарядное. Ага. А там вот каракулигашу вынесут настоящие? Он белый или это искусственный? Я думаю, что, Света, жарковато у нас тут будет каракулевый шопинг. Да, настоящий. Вот так она издалека каракулевая, белый каракуль выглядит. Но я думаю, что это искусственный, вряд ли настоящий. Ну, потрогай. Да, это искусственный. Искусственный. Ну, почем вещь? Не вижу безачку. Так. Что показывает? Да, 226 долларов. Ну, недорого. Так. Можем красиво проехаться на эскалаторе. Нет, друзья, мы решили не пользоваться эскалатором, а решили выйти в МОЛ. Потому что одно дело, ты идешь по конкретному магазину, а другое дело, выходишь в МОЛ. Это, собственно, то, чего мы хотели. Да, Свет? Да. Мы хотели пройтись по МОЛу и показать красоту. Ну да, по магазину невозможно. Да, по магазину отвлекаются, отвлекаются. Вот мы выходим в МОЛ. Видите, тут несколько уровней по высоте. Сейчас мы покажем. Тут народ. Ноги на стол, молодцы. Устали. Устали. Вот, вы видите, там внизу. Да, этаж внизу. И повыше. Вот где мы сейчас находимся. Сейчас будем двигаться по МОЛу. Он длинный, длинный. Это магазин, где очки подбирают, продают. Вот Светлана говорит, что когда ходишь здесь по МОЛу, то... У меня такое ощущение, что очень много народу. Ну, есть люди, но нет такой толк, как бы были с машинами. Да, да. Слушай, тут такое ощущение, что он разметляется. Вот еще в ту сторону пошел. МОЛу, тут несколько паралельных линий. Пойдем там какие-то... Вот, друзья, тот самый рояль внизу. Так, но мы к нему не пойдем. А вот там что-то с бутылочками. Пойдем посмотрим. Это такое ощущение, что это просто бар. И люди подгружаются немножко в парку. Да, просто подгружаются. Кто красненьким, кто беленьким, кто крепеньким. Свечки. Американцы любят свечки пахучие. Дарить друг другу любят. Знаешь что, Светлана? Вот там красиво обмотаны колонны. Да, смотри так. Вот они новогодненькие. Но вообще не очень много... Не очень много такой новогодней красоты. Наверняка есть Дед Мороз, где сидит Дед Мороз и поздравляет всех с Мори Крисмасом. Да. В каждом Море есть такое место, поэтому Мороз тоже должно быть. 40-60 процентов. Да, 40-60 процентов. Да. Ну это естественно как бы. Сейчас время распродаж. Хотя самые суровые распродажи будут где-нибудь в феврале. Когда люди рассчитаются по кредитным картам за то, что сейчас накупили. И в феврале скажут тебе все. И вот тут-то их скидками и накроют. Что говоришь? Внизу красивые. Внизу красивые. Внизу красивые. Внизу сидят. Сидят. Внизу какие красивые. Симпатичные. Да. И вот купол тут тоже так-то мило. Да. Значит... А! Холестер. Это такой бренд. Внизу красивые. Да. Ну любители надо сказать. Но популярные. Их много в магазинах. да! Надо сказать, что в США есть много фирм, которые львиную долю своих продаж делают вот где-нибудь в декабре, там за несколько недель перед Крисмосом. Я работал в такой компании. Они делали очень дорогие мышки компьютерные. Вот представьте себе, 20 лет назад мышка, которая стоит 120 долларов. А вот это сам пункт-корт. Здесь, вы слышали, это тайская еда. Ну да, да, вот там еда тайская, вот здесь еще какая-то. Но это место, где много разной еды. Да, это правда. А вот... 30-50, да. Адидас, вообще все это хорошие компании. Converse. Timberland, хорошая известная компания. Санта-сфера. Что ты? Я дадим, но будет Санта. Санта. А, вот это план. Смотри, показ, где находится Санта на этом моле. Я понял, понял. Ну, мы пока идем до Санты. Мимо Санта, друзья, не пройдешь. Идем. Вы видите, тут расходятся линии магазина. Плаза большая. И во все стороны расходятся. В данном случае у нас вот... В данном случае у нас мороженое. Светик, мы не можем не найти, мы идем прямо. Вот, мороженое, это хорошо. Я вот думаю, внизу сильно меньше народу? Ну, пойдем вниз, а может, в более красиво. А пойдем вниз действительно? Что мы тут? Что мы? Ходим, скажем. В эскалатор. Да. Только я не вижу. А, вон он, вон он. Сейчас мы прием на эскалатор и спустимся вниз. Такое ощущение, что там как-то понаряднее. Да, вот здесь есть корки, и здесь там все. Да. Да, многолюдно. Нет, я лично воздержусь. Но хочу сказать, друзья, что все-таки вот посидеть где-нибудь в общественном месте и покушать, это бизнес, который трудно вывести онлайн. Хотя сейчас вот говорят, что Starbucks договаривает, я не помню, там с кем, с гуглом. Дронами. Да, чтобы дроны доставляли кофе. Вот и Дед Мороз. Где, где, где? Ну, вот эти елки, вот эти Дед Мороз. И щелкунчик тут же, и очередь из наших гостей или там американцев новых из Индии. Так, пойдем обойдем елку. Не, ну тут есть что обойти, друзья. Тут есть что обойти. А где Дед Мороз-то? Он, наверное, сам в конце сидит. Он сам. Вот он сидит. Пошли смотреть на Дед Мороза. А, это все очередь, друзья. Вы видите, вот это очередь. И вон туда идет очередь. И вон туда. Ах, вон туда идет очередь. И все это ради вот этого Дед Морозища, который Бэббичик там качает. Тяжелая работа у Деда Мороза-то. Китайскую деточку качает, деточка плачет. Ты знаешь, что это деточка плачет от Деда Мороза? Он, он как может, старается. Да. Да, да. Шары красивые. Это вот то, что мы хотели показать, правда? Да. Мы обойдем вокруг. Какая красивая, друзья, шишка. Да. Богато. Очень богато. Ой, какая лялечка. Прямо Санта-Клаусик маленький. Вот и дает. А вырастет, будет большой. Санта-Клаусик. Да. Да, тут люди не дожидаясь Санта-Клауса, сами снимаются. Свет, может купить мне колпак Дед Морозовский? Но это не здесь, когда нет. Да. А это для тех, у кого отдельная очередь, для тех, у кого маленькие деточки на руках. Вон он Дед Мороз. А Дед Мороз руководит очередью. Он говорит, ну-ка, давай сюда, говорит. Ну-ка, давай сюда. А его никто не слушает. Никому не интересно, что он там машет, все игнорирует. Да, не до него. Не до него. Это бывает. Нет, все-таки пришли на Дед Морозовский. А вот очередь, вот она вот. Вот туда идет. Туда идет очередь. Вот, пожалуйста, друзья, девчачьи дела. Тут Светлана решает. Так вот, шли мимо, понимаете? Шли мимо. Какая женщина пройдет мимо, вот скажите. Ответ. Никакая мимо не пройдет. Всем чего-то подавай. Вот. Светлана села. И что-то хочет себе там подобрать. Ну, не будем ее смущать. Праздник, друзья, не только у нас двуногих, но и у собачек. А вот тут еще собачки. Так их, может быть, не так хорошо видно. Ну, вот еще раз, та же красота. Немножко в другой перспективе. И мы движемся дальше. Такое честь, что народу подвалило, пока мы тут у елочки стояли. Одежонку продают. И тут тоже, друзья, очередь какая-то, смотри. Что бы это было? Ресторан, наверное? Да. О, народ умудряется. Ты смотри, Светлана. Может быть, они специально сюда шли, да? Я не знаю, тут очередь на вход. А с той стороны у нас The Body Shop. Окей. Это известная контора. И много тут магазинов. Они продают для тела всякие мыло, шампуни, красивые кремы. Так, главное. Все для Баби. Ошкош. Смотри, там у них какой-то клиренс круткий. Так. Ой. Что-то деревянное. Да. Как видели? А что? Да. Вот говорят, что деревянное. Такая кристмасовская тематика. Что-то с крестиком и все. Есть очень похожая техника, когда делают из резины. Ну вот, пожалуйста. Там ресторан. Да, да. Хорошо. Так, делаем. Частис. Частис. 50%. Как-то так, знаешь, завернула эта очередь. Да, друзья, уже что, в копейку попить, надо в очереди выяснить. Что такое праздник? Так. Брэдселс продает. Да. Вот тут маленькие шоколадные радости фирмы Жерардели. Жерардели у нас в Сан-Франциско находится. Мы там тоже снимали, Света, где бы только ни снимали. Но, друзья, вот нас угостили конфеткой из Жерардели. Неожиданно налетели. А у тебя какая? С Пеппермит. С Пеппермит. Да. О, мама. Дисней. Смотри-ка. В Диснее есть какие-то новогодние элементы. Я сейчас поставлю. Выше в этом битве, знаешь, пожелание едим, но здесь и дорого. Да. Не дорого, а? Дорого, недорого. Так, смотрим. Ну, мы не будем внутрь, правильно? Да. Друзья, Дисней должен быть у человека в душе. Самое главное. Ты смотри-ка. Какой-то воркшоп. Сделай медведя. Называется. Из чего сделай, не знаю. Но вообще это игрушки детские. Давайте, подойдем. Вот, пожалуйста, много-много детских игрушек. Они сначала выбирают дизайн, а потом там набивная машина, он этим кухом набивает их. И ты получаешь, и крошку в этот сам сел. С такими ногами. Давай зайдем. Света говорит, что игрушка изготавливается на ходу. На ходу. Да, вот они ее тут выбирают. Да. Вот люди стоят на этой штуке и выбирают, чего они хотят. Да. Так. А потом стоит машинка, которая делает игрушки. Ну, или какое-то сырье делает. А вот человек уже стоит и там что-то такое нашивает. Знаешь, эта машина, по-моему, просто поддерживает в нужной кондиции то, чем набивают игрушки. Слушай, а так они... Нет, они прямо набили ее здесь. Ну, правильно, правильно. Вот сейчас, смотри, вот они пришли, дали ему чехол. Да, да, да. Дали чехол. И там сейчас он наделет, потому что нам дурь. И набьет. А, он не будет сам. Мужчина или женщина? Мужчина. Я думаю, да. А может и женщина. Если будет женщина, я не, 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 не люди. Но у нас такое равноправие, мне все равно. Ну-ка, давай, надевай на трубу. Это женщина. Это женщина. Пусть будет. Начинает с ножки. Засунул ножку сначала. Ну и где? А, ты сам нажимаешь. А, ты сам нажимаешь. Да, да. Сам нажимаешь. Ножка надела. То есть, как бы, создается полное ощущение, так сказать, соучастие. Вот такие сразу два папы Карла. Один папа Карла, а другой мама Карла. Так. Вот так все происходит. Да. И вот тут тоже. Тоже есть кудаль. Там что-нибудь кудаль. Выглядевают. Сори? Здесь есть, моя другая, может, помыть. Как помыть? Ну, ты видишь, тут типа ванна такой, вот, по рукой двигаешь. Оно эссенции, видишь? Вот мылом помыть. А это типа дуешься. Ну-ка. Ну, а как, не стоишь, если еще что-то? На запах, если эти гульки, они отвечают, видишь? Дуешь. Ну, да, просто помыть, потому что ты не дуешь. О, это женщина нажимает, она нажимает на педаль, и когда начинает дуть, я понял. Да, но вот этот вот экран, он сенсити, он за рукой идет. Даже если ты не дуешь. Понял. Ну что, еще чудеса есть какие-то? Давай смотреть. Не вижу больше чудес. Вижу много заинтересованных детишек. Давай прям пыли. Да. Ну что, Свет, пойдем дальше. Это ощущение. Наверное, можно, а, наверное, можно купить и готового сразу, я даже не знаю. Но вот тут, куда они все эти мундиры. 27 долларов. Вот это 27 долларов. А у него было важно набиться чем-то. Ну, возможно. А этот 26. А нет, 2 за 35, пожалуйста. 2 за 35. А, по-моему, если 4 берешь, так там еще больше. 2 за 35. Вот эти 2 за 45. Я понял. А так это 35 стоит, а так 2 за 45. Я понял. Я там видел табличку, что у них промоушен, когда берешь сразу 4, то еще дешевле. Понятно. Такая синтетическая. А это за 20 долларов. Написано такой. Красивый такой рынок. Да, да, очень симпатичный. Очень симпатичный. Вот эти. Это хорошие. Это что, сова? Да? Свет, вот ты считаешь, наши вот внуки, внучки с удовольствием бы так поучаствовали? Вот Саша, например, который скоро 10 лет. Нет, ну Саша-то это не надо. Хотя Саша обожает мягкие игрушки. Да. Ну я не знаю, что я там купила кучу подарков. Я не знаю, что купить такой подарок. Да не надо, идем. Финал фью сейл. Это какой сейл-то? Понятно. Не белый, кто не забрал. А, это они... Ой, это рыбка. Это... 22,50. 22,50. Ну, небольшой сейл. Ладно, идем. Я думаю, что весь кайф не в том, что ты купила пушистую штучку, а кайф в том, что ребенок сам ее себе делал. Понимаешь? Ага. Брейн-стор. Это какие-нибудь головоломки, наверное. Окей. Так. А тут какой-то как бы аттракцион, что ли, получается. Мам! 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 Да. Вот тут дети играют в такие аттракциончики. А с этой стороны... Что здесь они рисуют, что ли? С этой стороны. Фейс-фейтинг. Ага. То есть... А их кто-то разрисовывает? Или... Окей. Вот видите, есть... От трех до шести долларов раскрашивают. Я думаю, как можно нарисовать колокольчик на лицев нарисованная ручка. Да, да. То есть... Такой интересный бизнес, да? Наверное. Дети приходят, рисуют. Ладно. О! Магазин «Японский стиль жизни». Tokyo Japanese Lifestyle. Да, вот он. А я видела Шикнаба. Прямо какой-то райский уголок для детей. Вот в этом месте первого этажа. Смотрите, мы пришли в Мэйсис. Там, где мы пытались запарковаться, неудачно. Ну, пойдем попробуем в Мэйсис, да. Да, и такие люстры, можно сказать. Ну, светильнички. Да, и платье золотое. Да. Прям как... А мы хотим вообще в Мэйсис? Что нам там делать? Да, я не знаю. Ну, если только в мебельное дело. Нет, ну, мы не покупаем ничего. Давай не пойдем в Мэйсис. Давай пойдем дальше. Надо его где-нибудь найти. Где-нибудь найти карту этого хозяйства. Ну, дай бог. Так, сейчас найдем карту. Если это карта, да? Значит... О-о-о-о. Вот, друзья, тут все делается-то. Смотрите, сколько всего. О, много-много. И вот начинается первый уровень. Второй уровень. С картой, с номерочками. И вот на все номерочки подписано кто и что с правой стороны. Пусть сильнее. Вообще, это стиль Алясисис. Вот, судя, помнишь, не видел? Это мужская одесса лежала. Ну, что-то мы такое в детстве наблюдали, да. Возвращение. Ну, смотри, какие шузлы все. Как необычно все-таки. Ну, я думаю, что это... Нет, пусть там были по магазинам. Ну, вот мы со Светой и так не ходим, я вам скажу. Нам просто некуда. Так, могли бы, но некуда. Пусть синий. А если кому надо, вот приходите, пожалуйста. Тут все для вас. Да. Это больше так... Это больше нам подходит. 30% сейл. Не знаю, даже не знаю, стоит ли из-за 30% тут. Как-то это Левайс. Это магазин Левайс, да? Перстни хотел всякие кармические. Перстни кармические. Ну-ка. Ну, не кармические, а с понтом. Такие перстни с понтом. Ну, да, да. Тут его крестики и якоречки, смотри. Ну, что здесь у него нет? Да. Ну, я тебе уверяю, за деньги это себе сделают, или найдут, или закажут. Все, что хочешь. А вот смотри, какое дерево симпатичное. Из камушков. Высокое такое. Они бывают маленькие, а тут высокое. А слон какой, Свет. Ты красавица. Вот тут прям краски какие. Меня привлекла джинсовая курточка, смотрите. С там, с понтом, с дырочкой, все как положено. Красиво. Но это не новогодняя красота, это обычная. Тут всегда так. Новогодняя красота, слегка, вот видите, в елочке может присутствовать. Или вот в этих вот развешанных вдоль переходов вещах. Это что такое? Суперстор называется. Стоит 150 потратишь, а 50 скидка. Нет, нет. Супердрай. Я извиняюсь. Нет, написано вот Супердрайстор. Вот, Супердрайстор. Я не знаю, что это, никогда там ничего не покупал. Такая колясочка, ничего тебе цвета. Это магазин дает. А, это магазин. Понял. Это вот дети, можно сказать, цветы жизни. Хотя тут и взрослые тоже произрастают. Известный бренд. Правда, в Европе на каждом шагу. 50% кофе. Да. Это что, парики, что ли? Нет, это, наверное, пяти украшения. Какое-то табло с таблетами. За неимением большего количества Деда Мороза, люди фотографируются возле щелкунчика. И в очереди тоже нет. Поэтому, раз и без очереди, можно просто щелкунчика. Робот. Нет, это, он, конечно, похож на пылесос, но, видимо, он что-то более полезное делает. У меня на робот. Да. Что-то рекордует, смотри. Аудио и видео, он юрсейк. Да, что там? Ага, это секьюрити-карт. Он записывает все, что здесь происходит. Так. Вот и написано, что аудио и видео, для вашей безопасности. То есть, все, что происходит вокруг, тысяча шесть градусов, он записывает. Он записывает, потом может сам куда-нибудь на колесиках откатиться. Какое-нибудь более полезное место. Но это как раз перехлюстает. Да, да. О, вот это хороший магазин. The Walking Company. Надо зайти, да. Там продают хорошую, дорогую обувь от хороших брендов, которые в обычных местах не часто встретишь. Вот это, друзья, Timano. Это магазин, где продают такие фруктовые чаи, травяные и всякое оснащение к ним. Вот он, друзья, тот самый чайничек, который мы на нашем канале показывали, который вовсе у меня стоит для заварки. Он снизу проливается, я так снизу крышечку поднимаешь, и он вниз льется. А вот такой красивенький, слушай, они каких-то таких нежных цветов на сейле. Брукстон, это такой магазин, где тоже разные чудеса продаются. Любишь чудеса? Ну, давай, давай, сходим, давай, сходим. Единственное, что мы как-то, знаешь, как зайдешь куда, так что-нибудь купишь. Ну, пойдем, как радио шеф там, не ради шефа, а там какой-то. Ну, там очень много разных пишечек. Вот, друзья, свечка. Казалось бы, у нее там повышится огонек. А на самом деле, она тут на электроприводе и вот так вот болтается. Сегодня, у них тут много кресел разных, заковыристых, массажных. Вот народ сидит, балдеет, крутится, вертится. Сейчас такие часы, что уже давно не часы. А это вот, друзья, беспроволочный спикер тут с двух сторон, пожалуйста. Спериосистема. Тут надо стоять, разбираться, мы уже мимо, идем нам не до этого. Есть, Кубаш? Майкрософтовский магазин, друзья. Нельзя сказать, чтобы там было очень многолюдно, но он не пустует. Мы видим людей, там они что-то, чем-то интересуются. Не будем заходить в Майкрософт, все про них знаем. Вот на противоположной стороне магазин для атеистов, друзья. Называется True Religion. Истинная религия. Вот она, истинная религия. Это штанцы, да, штанцы. Так, идем. Никто не говорит, что они оскорбляют чувства верующих, Свет. Я вот скажи, что-нибудь такое, сразу скажут, что я оскорбляю. Вот, кстати, шкурка. Здесь принято очень вот такие на пол стелят. Коровья, да, Свет? Коровья шкура? Да. Такой магазинчик очень интересных прибабахов. А вот, друзья, магазин Apple очень-очень отличается от Майкрософта по многолюдности. Это правда. Наверное, хороший подарок, да? Что-нибудь от Apple. Вот ты говоришь, что у них только на фанатах держатся. Да, на фанатах и есть, да. Но там все-таки есть что-то, из-за чего можно быть фанатом. Саша получила подарок. Santa Village. Что получила Саша в подарок? iPad. Говорит, не садится на полярного медведя. Ну, он циклянок, да, может. Ну, он непонятно вообще из чего. Так вот. Может, вообще пустой внутри. Santa Funland. Не Финлэнд, друзья, не Финляндия, а Фан-Лэнд. Сюда. А вот там Santa Village. Ну, подожди. Ну, мы там уже были. Как были? Мы оттуда пришли. Ты думаешь? Да, сейчас мы пойдем вот сюда, в Фан-Лэнд. Да, ну, идем. Идем. Мимо банановой республики, друзья, с 5%-ми. Экстра 50%. Они говорят, мало того, что сейл, так и сейчас сверху 50%. Это чехлы для мобилок, да? Так. Вот девушка очень прыгала на одной ножке от радости ей. Молодой человек купил сувенир. Так. Ну и где же Santa Fun, где? Фан-Лэнд. Гэп. Ну, гэп и гэп. Так. Гэп Китс. Да, здесь посветлее в магазине-то. Это гэс. Парсюм всякий. Ароматы. Вот здесь, за стеной стройка идет. Смотрите, как красиво оформили стройку. И не подумаешь. Бейфери энд кафе. Видите, как тут покушать хорошо. Булочки всякие. А вот тут я стою у входа. И возле входа такие вот пакетики с зонтиком. Видите? Написано для вашего удобства. Вот пришел с мокрым зонтом. Взял пакетик. Положил его туда и носишь. Чтобы не намочить никого. И себя в первую очередь. Мы правильно находимся. Потому что мы сезут сторон. А мы быстро мокрят. Вот еще элемент новогодний. Детишки фотографируются возле оленей. И саночек. И даже большие девочки тоже. Норовят засняться у снеговичка. Вот, друзья, погуляли мы по первому этажу. А теперь едем на второй. И возвращаемся. Так что вот наше такое новогоднее путешествие. Людь закусывает хорошо. Новогоднее путешествие заканчивается. Последний взгляд бросаем на красоту. Это будет последняя елочка сегодня. Идем на паркинг.